На днях здесь начнется строительство продолжения улицы Офицерской до Южного шоссе. Дорога будет четырехполосной. Встречные потоки планируют разграничить сквером с деревьями. Сейчас, чтобы выехать на главную артерию города из 18 квартала, водителям приходится пробираться через бездорожье или ехать в объезд. Мы ждем очень сильно эту дорогу. Спасибо большое. Разгрузят какая-то Полякова улицу. Там пробки, считай, в два ряда. Вместо травы и бездорожья здесь будут тротуары, освещение, асфальт и светофоры. Также улицу планируют оснастить интеллектуальной транспортной системой. Она будет регулировать время работы светофоров, исходя из количества машин на перекрестке. По новой дороге водители смогут проехать не раньше 2021 года. А автозаводским шоссе автолюбители пользуются еще с советских времен. Шестиполосная дорога является важным транспортным узлом между автозаводским и центральным районами города. Летом улицу ждет плановый ремонт, замена дорожного полотна, бортового камня и установка пешеходных ограждений. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Планируется ремонт 15 участков дорог. Продолжаем общей стоимостью около 600 миллионов рублей. У нас порядка на сотни мест, где будут ликвидированы очаги напряженности, где систематически ДТП происходит. Один из них – пешеходный переход Ленинского проспекта, которым часто пользуются дети. Недалеко находятся школы и садики. Здесь установят светофоры с кнопочным вызовом. Пешеходы говорят, лишними они точно не будут. Водители-то воспитанные, сейчас уже более-менее стали, но тем не менее. Здесь вот школа и тут школа. То есть здесь как бы, и вот я знаю, что вот в нашем классе бабушки практически провожают детей через дорогу, вот особенно. Тем более здесь две дороги надо переходить. Специалисты планируют установить светофоры до начала следующего учебного года. Никита Плотников, Сергей Богатюк, Новости губернии, Тольятти.